Привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я любитель приготовить блюда из простых ингредиентов. Также уверен, что и вы любите из минимума ингредиентов получить обалденное вкусное блюдо. Сегодня готовлю тосканский суп. Реально очень вкусный, простой рецепт. Ну что, начинаем готовить? Погнали! Чтобы сэкономить ваше время, я уже фасоль варю. Как варится фасоль, я думаю, уверен, что многие знают. Но для тех, кто не знает, фасоль нужно заранее замочить. Желательно на 24 часа. И при этом поменять дважды, а еще лучше трижды воду. Именно при замачивании. Варим примерно 2 часа и в конце солим. Вначале не солим, для того, чтобы наша фасоль не задубела. В конце солим, тогда получается фасоль очень быстро варится, без соления вначале. Поэтому солим в конце. Фасоль у меня варится. Теперь приступаем к другим ингредиентам. У меня шампиньоны. Примерно здесь 400-450 грамм. Теперь нам нужно их нарезать на ломтики. Толщиной где-то в полсантиметра. Может чуть-чуть больше. Все грибочки режем на такие вот ломтики. Все отправляем грибочки в сковородку. Прям в сухую сковородку. А потом добавим вкусного оливкового чесночного масла. Грибы жарим до тех пор, пока не испарится вся жидкость. Для этого блюда чаще всего беру крупные грибочки. Мне нравится, чтобы эти грибы выделялись в супе. Ну, если не нашли крупных грибов, используйте уже мелкие. Все, грибочки готовы. Теперь обильно добавляю оливкового масла, чесночного. Если нет чесночного масла, просто добавьте сухого чесночка. Ах, аромат, обалдеть, дорогие друзья, вообще бомбежи. Так, прожариваем еще буквально минуты две, две с половиной. И все, и наши грибочки готовы. Но давайте их немного присолим. Сделаем им вкус и немного приперчим. Буквально слегка. Черный перец по желанию. Можете добавлять, можете нет. Также и количество тоже. Смотрите по своему вкусу. Хорошенечко перемешиваем. Фасоль уже готова. Добавляю три хорошие щепотки соли. Потом в конце еще раз попробую и уже добавлю еще немного. Кто не пробовал такой суп, обязательно, ребят, рекомендую. Обалденный, вкусный и очень питательный суп. И не нужно здесь никакое мясо. Ну, и если вы уже прям не можете без мяса, добавляйте. Мои рекомендации это курятина. Теперь беру толкушку и немного сделаем такой, как 50 на 50 пюре. Буквально пару раз. Сразу у нас супчик такой получился густоватый. За счет того, что вот мы пару раз просто растолчили в саму фасоль. Так, все, с фасолью мы закончили. Добавляем грибочки и делаем уже вкус. Берем свеженькие петрушечки. Хороший такой пучок. Нарезаем средний. Не очень мелко и не очень крупно. И отправляем в кастрюлю нашу петрушечку. Перемешиваем и накрываем крышечкой. Газ уже можно выключать. Даем настояться буквально 5 минут. И можно подавать на стол. Поехали. Продолжение следует... Ну, а теперь можно пробовать наш обалденный вкусный супчик. Ребят, это просто божественный суп. Попробуйте, реально очень вкусный. А грибочки какие вкусные. Фасольный суп с очень интересной, явной ноткой грибной, чесночной. Реально очень вкусно, дорогие друзья. Рекомендую обязательно готовьте вместе со мной. Ну что, если кому понравилось, конечно же ставим палец вверх, а также подписываемся, если кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих рецептов. Всем пока.